МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости. В студии Татьяна Бажанова. Здравствуйте. В начале выпуска его главная тема. Все для бойцов и мирных жителей. И очередная партия гуманитарного груза отправилась из Саранска на Донбасс. 700 пострадавших и 300 миллионов ущербов в Доме республики обсудили, как противостоять киберпреступности. Гордость Мордовии. 25 августа состоялась отчетно-выборная конференция Регионального совета ветеранов. Ни одного нарушения. Все школьные автобусы Мордовии готовы к началу учебного года. Новое арт-пространство. В центре Саранска открылся парк скульптур. Для наших ребят все и даже больше. В зону специальной военной операции из 13-го региона регулярно отправляются гуманитарные грузы от родных, близких и не только. В сборе участвует вся республика. Передаются необходимые вещи и для мирных жителей новых территорий. 25 августа на Донбасс отправился солнечный привет весом порядка 5 тонн. За процессом погрузки следили Анастасия Кулагина и Станислав Семин. Всем, чем можно поддержать земляков. С таким настроем формируются все партии гуманитарного груза. Почти каждую неделю региональное отделение Российского фонда мира направляет мордовским военнослужащим все самое необходимое. Ориентируются, конечно же, на просьбы и пожелания самих бойцов. Оперативно реагируют не только на заявки от подразделений, но и на личные. Для наших бойцов закуплены рации, бинокли, все то, что необходимо для ремонта автомобилей, автомашин. Все, что поможет им поддерживать свою боевую способность. Для мирного населения у нас тоже уходит груз. Это и лекарственные принадлежности, и стиральные машины, и все, что необходимо для обустройства домашнего очага и бытовых своих условий. В этот раз в сборе гуманитарного груза участие приняли и органы власти республики. Они взяли на себя миссию обеспечить мирных жителей Каланчакской области всем самым необходимым. Так Минкульт направил в местный дом культуры сценические костюмы и книги для детей. От Министерства образования школьникам отправились наборы канцелярии и яркие рюкзаки с символом Саранска – лесой. Министерство спорта обеспечило шесть образовательных и одну спортивную школы необходимым спортинвентарем. А Минздрав укомплектовал груз медикаментами. Совсем недавно на подшефной территории Мордовии по инициативе Духовного управления мусульман республики появилась детская площадка. В середине июня мы с руководством республики Мордовии навестили данный район, Каланчакский район, и увидели необходимость в создании или в установлении детской площадки. И вот с того времени около двух месяцев прошло, и слава богу, полностью площадка установлена на сегодняшний день. И вот в скорейшее время собираемся поехать открыть площадку. Расположено прямо вот, так скажем, в самом наилучшем месте, где можно отдохнуть, провести время с семьей. Это парк, это центр, центр Каланчака. Помощь землякам стала возможной благодаря каждому неравнодушному жителю республики. Начиная с сентября региональный фонд мира собирает средства для закупки необходимых вещей для военнослужащих. Внести посильный вклад может любой желающий. Все реквизиты вы видите на экране. Анастасия Кулагина, Станислав Семин, Народные новости. В полтора раза по сравнению с уровнем прошлого года выросло в Мордовии число киберпреступлений. За семь прошедших месяцев на уловки мошенников попалось на 53% больше жителей республики, чем годом ранее. Самое страшное – люди отдают злоумышленникам последние деньги или даже берут на себя кредит. Проблема приобретает глобальный масштаб. Несмотря на все усилия правоохранителей, решить ее не получается. Меры противодействия киберпреступности обсудили в Доме республики на совещании под руководством главы Мордовии Артема Сдунова. С подробностями мои коллеги. Статистика удручает. Каждый десятый вызов с неизвестного номера – это звонок от мошенников. Практически всем известна ситуация, когда якобы сотрудник банка сообщает о попытке снять деньги или оформить кредит и просит в целях безопасности перевести средства на другой счет. Или же когда по телефону представляется родственником и просит помочь из-за попадания в ДТП. И таких примеров кругом сотни. Скажите, пожалуйста, вам когда-нибудь звонили мошенники? Звонили. Что говорили? Что на имя взят кредит? Было дело, да. Вы знаете, что такое кибербезопасность? Ну, приблизительно, да. А когда мошенники звонили, что вам говорили, предлагали? Предлагали сказать номер своей карты. Чаще всего это по безопасности, что вот ваш аккаунт пытаются вскрыть и так далее. Хотя популярные сценарии кибермошенничества известны, простые люди продолжают попадаться на их уловки. И с каждым разом преступники выдумывают все новые способы получить деньги с доверчивых жителей Мордовии. Меня волнует, что среди обманутых граждан в основном социальные работники и незащищенные слои населения. Много учителей, врачей, медсестер отдают практически последние деньги. Ну так вот, к слову, вчера мне звонили два раза. Мне вчера звонили из Рязанского подразделения МВД. Еще откуда-то звонили мне. Ладно, иногда пишется, что это спам. А один звонок был. Вероятно, полезный звонок был внизу подписан. Глава Мордовии подчеркнул, озвученная статистика показывает, проводимой работы недостаточно, и киберпреступность в республике по-прежнему остается реальной угрозой. Важно изучать опыт других регионов и перенимать у них эффективные практики. Также скоро будет принят ряд важных законов на уровне федерации. В частности, о внедрении единой информационной системы сведений об абоненте. Министр внутренних дел по Мордовии Юрий Поляков сообщил, что такие преступления относятся к категории трудно раскрываемых. В ведомстве создан специальный отдел по борьбе с кибермошенничеством. Однако этого недостаточно. В первую очередь, я бы акцентировал внимание на информированности населения, правовой грамотности. Что бы мы ни говорили, какие госпрограммы они принимали, с населением нужно общаться. Такую работу мы проводим и перепроверяем. Стараемся максимально, чтобы были размещены и печатаем сами плакаты, размещая на подъездах. Но в это действие должны быть вовлечены все структуры государственной власти, муниципальных районов. Информирование населения о схемах киберпреступников остается одним из главных инструментов противодействия им. Эта работа должна вестись через СМИ, соцсети, СМС-оповещения от мобильных операторов и банков. Также планируют подключить почтальонов, медицинских и социальных работников и даже духовенства. Ведь они чаще всего взаимодействуют с незащищенными слоями населения. Помимо этого, прокурор Мордовии Сергей Лапин предложил создать предостерегающие баннеры. Разместить их в разных районах города Саранска, потому что это как раз основная целевая аудитория для мошенников. В торговых центрах. Вы уже правильно сказали, на объектах социального назначения. Особое внимание было уделено обучению жителей республики финансовой грамотности. Эту задачу глава Мордовии поставил перед региональным Минфином, Нацбанком и кредитными организациями. Уже с началом учебного года в школах такие уроки проведут для старшеклассников. Ирина Радайкина, Валерия Новикова, Станислав Семен. Народные новости. Итоги работы и решения организационных вопросов. 25 августа прошла объединенная отчетно-выборная конференция Республиканской общественной организации ветеранов. Подробности расскажут Вячеслав Кузьменко и Владимир Надькин. Перед началом заседания участники отчетно-выборной конференции возложили цветы к памятнику на площади Победы в Саранске. Ветераны отдали дань памяти всем, кто погиб, защищая нашу Родину, тем, кто многие годы самоотверженно трудился на благо родной республики. Любовь к Родине и уважение к государственным символам проявили ветераны и во время конференции. Перед началом работы в зал внесли государственные флаги России, Мордовии и ветеранской организации республики. Самой авторитетной общественной организацией в Мордовии назвал Совет ветеранов глава республики Артем Сдунов. Многие из тех, кто и сейчас помогает власти своим опытом и знаниями, в свое время занимали ответственные должности в республиканских министерствах и ведомствах. К их словам прислушиваются и сейчас. Нашу работу совместно мы видим, конечно, и ощущаем. Одну из первых организаций открытой конституционно поддержало решение президента Российской Федерации, руководства страны, народа страны, о том, что с неофашистами надо работать, надо бороться с ними, не подходя к границам нашей Родины. Делать это придется открыто, честно, понятно, сняв все маски. Направлений работы в деятельности ветеранской организации множество. Представители старшего поколения помогают участникам СВО. Для них они вяжут теплые вещи, плетут маскировочные сети, готовят еду. Всего не перечесть. Защитники России чувствуют эту заботу и теплоту. Одна из главных задач, естественно, помощь представителям старшего поколения. Не менее важна и работа по патриотическому воспитанию. Этим ветераны занимаются активно. Проводят уроки мужества, делятся своим опытом с молодыми. Активно помогают молодежным организациям, юнормейцам, кадетам, поисковикам. Минутой молчания участники конференции почтили память безвременно ушедшего недавно директора мемориального музея и бессменного руководителя регионального объединения «Поиск» Николая Кручинкина. Ветеранская организация Мордовии – одна из самых многочисленных и активных. Особый акцент сейчас нужно сделать на борьбе с телефонами и мошенниками. Ни для кого не секрет, что главная мишень для них – именно представители старшего поколения. Ветеранские организации должны проводить активную работу по профилактике подобных правонарушений. Вы знаете, мы должны с вами это победить. Так не может продолжаться. На 50% выросло по сравнению с прошлым годом количество таких преступлений. Бабушек, дедушек буквально просто обманывают. Уют по самому живому. Или кого-то арестовали, якобы. Или деньги пропадают в банке. Но этого ничего не существует. Это фейк. Понимаете, еще неизвестно, куда эти деньги потом направляют. Не против ли наших с вами ребят, которых туда направили. Давайте все-таки за словом поставим – защитим тех, кто сейчас просто находится в уязвимом положении. Очень-очень это сейчас оболнительная тема для всех. С совместными действиями с правительством давайте дойдем до каждого. Еще раз повторю, кто-то не посмотрел телевизор, там идет наша социальная реклама, чтобы не попадались на обучки мошенников. Кто-то не посмотрел интернет. Но дойти пешком мы можем до каждого. Направлений для совместной работы органов власти и ветеранских организаций множество. На заседания наиболее активные представители старшего поколения получили заслуженные награды. В свое время заложив фундамент развития Мордовии, сегодняшние ветераны продолжают работать на благо республики. Социальная и политическая стабильность, которая в нашей вот этой республике, это в основном заслуга у вас. Это вы вот эти сдерживали все те негативные факторы, которые хотели внести разрайд в нашего общества, разъединить нас. Но мы все это выдержали. И сегодня республика успешно развивается буквально по всем направлениям, в промышленности, в строительстве, в науке, в культуре и спорте. Это то, что было заложено в фундамент в основном нашими ветеранами и теми, кто находится в этом зале. Ветеранская организация в Мордовии – одна из самых крупных. В каждом районе, городе, поселке действует первичное отделение. Их активная деятельность находит поддержку со стороны властных структур. С особой теплотой мне хочется сказать вам, Артем Алексеевич, слова благодарности, признательность за заботу о ветеранах, чуткость и уважение к старшим рукавелям. Вы всегда с пониманием относитесь к нашим трудностям. Помогайте решать их. Стала добрая традиция встречи с вами в Доме Республики. Поздравления честных юбиляров, наших героев Великой Отечества Войны, тружеников тыла, строителей сурского рубежа, поселений наших руководителей и активов. Ветераны Мордовии молоды душой. Они занимаются спортом, участвуют в зарядках на открытом воздухе, помогают проводить крупные мероприятия в качестве волонтеров, организуют курсы компьютерной грамотности, участвуют в художественной самодетельности, делают все, чтобы жить насыщенно и с пользой для общества. Вячеслав Кузьменко, Владимир Надькин. Народные новости. Новая суперкросс-трасса стала площадкой уже для вторых больших соревнований. Саранск принимает чемпионаты и первенства страны по BMX-рейсу, а также Кубок России и Всероссийские соревнования по BMX-фристайлу. 25 августа стали известны имена первых победителей. Подробности о турнире и новой уникальной площадке расскажут Ирина Семенова и Александр Овчинников. Уникальная в стране суперкросс-трасса с 5,8-метровыми стартовыми горами и фристайл-парком открылась совсем недавно, а уже принимает вторые старты масштабов страны. Оценить качество трека, соответствующего высочайшим международным стандартам, и понаблюдать за заездами сильнейших спортсменов приехали представители спортивного руководства страны и глава Мордовии Артем Сдунов. Они осмотрели республиканский велоцентр и понаблюдали за ходом к квалификации Кубка России по BMX-фристайлу. Главные события тем временем развернулись на площадке чемпионата и первенства России по BMX-рейсу. На церемонии открытия турнира много говорили о качестве новой трассы и о перспективах появления на площадке Мордовской школы новых звезд велоспорта и привлечения в регион турниров самого высокого уровня. Отмечалось также, что традиции этой дисциплины в Мордовии долгие. Велосипедный спорт здесь активно и успешно развивают более 20 лет. Сегодня для нас очень важное событие. Важное почему? Потому что в 90-е годах мы заявили о себе как родоначальники BMX-спорта. Это действительно так. Я сегодня услышал это из уст наших профессионалов и прославленных спортсменов. А сейчас мы эту славную традицию продолжаем на совершенно новом уровне. У нас появляется объект, трасса, суперкросса, которой в России до сих пор не было. Без внимания не остались и те, благодаря кому этот долгожданный объект наконец был воздвигнут. Благодарностью главы Мордовии отметили руководителя и главного инженера компании-подрядчика. Скрасила церемонию открытия и познакомила гостей Мордовии с национальным колоритом в современном прочтении выступление этно-арт-театра Варма. Ну а затем еще один знаковый момент. Артем Сдунов дает старт символическому заезду. Это показательная эстафета поколения. Ее начинает молодой тренер Артем Бояров и передает своим подопечным. Затем на старт выходят финалисты и решается судьба пьедесталов чемпионата и первенства. Среди девушек 15-16 лет первой к финишу пришла Софья Сытникова-Рыхлицкая из Иркутска. У юношей того же возраста победу праздновал Георгий Стефанович из Москвы. У юниорок 17-18 лет сильнейшей оказалась еще одна москвичка Александра Семашкина. У юниоров мордовский гонщик Ярослав Яхрюков. Следом на старт вышли спортсмены В этой категории элита здесь борьба была особенно жаркой. В женском финале оторваться от соперниц и прийти первой смогла столичная спортсменка Ярослава Бондаренко. Она же, к слову, выиграла и девятый этап Кубка России, который стал первым турниром, прошедшим на новом треке. Была возможность прикатиться, провести соревнования, проехать хорошо эти соревнования. Поэтому трасса замечательная, все получилось. Это же финал, тут нет момента, чтобы расслабиться. Каждый сантиметр, каждый малейший, это ты отрабатываешь. Поэтому от старта до финиша полностью работаешь. Второй к финишу пришла Виктория Васькова из Санкт-Петербурга, а замкнула тройку хозяйка соревнований Светлана Адмакина. У мужчин финальный заезд получился еще более драматичным. От старта до финиша боролись за победу двое воспитанников мордовской школы Александр Катышев и Евгений Клещенко. Победителя удалось определить лишь по фото финишу и это вернувшийся в большой спорт после перерыва Клещенко. Захотелось просто еще покататься. Я понял, что не так стар. И могу еще, наверное, сделать. Это получилось. Я вернулся, на самом деле, за пятым титулом. У меня их было четыре, вот этот пятый. Очень классная трасса, мне понравилась. Ну и очень рад, что удалось выиграть. Тем более на мордовской земле. Трое мордовских гонщиков на пьедестале чемпионата и еще один на пьедестале первенства. Это не случайность. С появлением новой площадки Саранск можно по праву назвать сердцем российского велоспорта BMX. Здесь можно проводить любые виды соревнований, любого мирового уровня. У нас и крытая есть часть, сейчас и открытый суперкросс есть, и фристайл. Самое главное сейчас организовать работу сборной, чтобы часто сюда ездили, участвовали в учебных сборах, ну и воспитывали чемпионов. Новая трасса не просто позволит готовить спортсменов на качественно новом уровне. Она станет важным объектом в календаре российского Минспорта и Федерации BMX. Трасса действительно соответствует мировому уровню. Планируем проводить здесь международные серии, международные соревнования. В зимний период здесь базируется сборная команда страны в закрытом помещении. В летний период на открытых площадках. Такая же ситуация и по фристайлу. По оценке наших спортсменов трасса для фристайла, которая построена также здесь, соответствует мировому уровню. Напомню, Суперкросс-трасса в Саранске построена благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Яркий пример, когда действительно проект идет на пользу и возводятся такие спортивные объекты, которые в целом потом характеризуют регионы. Действительно такая трасса, которая позволит здесь мирового уровня подготавливать спортсменов. Кроме того, площадка станет отличным местом притяжения жителей и гостей столицы Мордовии. Среди гостей чемпионата и первенства были и известные спортсмены из других дисциплин. Это лучший трек в России, один из лучших в мире, но я не побоюсь этого слова. Я слежу за БМХ, почему? Потому что у меня сын катается. Ему 8 лет, он сегодня впервые, я его привез вообще. Мы выехали из нашего региона впервые, чтобы здесь поучаствовать. Вот и все. Точно так же я люблю БМХ, пытаюсь его развивать как могу, своим единостью делюсь с ним. 26 августа в программе чемпионата и первенства командной хроногонки также в этот день пройдут финальные заезды Кубка России и всероссийских соревнований по БМХ фристайлу. На трек выйдут юноши в возрастных категориях 13-14 и 15-16 лет, юниоры в возрасте 17-18 лет, а также мужчины и женщины. Ирина Семенова, Александр Овчинников, Народные новости. Столь масштабные и значимые события не могли обойти вниманием видные спортивные деятели страны. На рабочую встречу с главой Мордовии были приглашены генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый, главный тренер сборной команды России по велоспорту БМХ Павел Костюков и директор Департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Дроздов. Основная тема повестки дня развития велоспорта в республике, а также полная загрузка открывшегося уникального объекта. Новая трасса объект действительно мирового уровня. Юрий Кучерявый отметил его значимость для развития российского велоспорта в целом, а также большую роль, которую в этом процессе играет относительно небольшая Мордовия. Не менее высокой оценки удостоились и наши спортсмены. Школа у вас хорошая, спортсмены ваши на передовых позициях в рейсе пристали, новая дисциплина, я надеюсь, так и достигнули. Такие же результаты, как и спортсмены рейсов. Суворова на слуху, ну здорово выступает, ничего не скажешь. Также на встрече обсуждались перспективы взаимодействия Федерации велоспорта с республикой. Глава Мордовии выразил надежду на плодотворное сотрудничество. По развитию велоспорта готов сейчас пообсуждать, что мы делаем так, на что может быть внимание обратиться. Главное, что ассоциация нас поддерживает и постоянно чувствуем, что мы находимся в центре событий. Сейчас в республике велоспортом занимаются 450 человек. Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России обратился к главе Мордовии с просьбой развивать разные направления, чтобы выстроить полноценный механизм загрузки по всем дисциплинам велосипедного спорта. Это позволит детям и подросткам при необходимости перепрофилироваться и остаться в большом спорте. Мордовия получит почти 300 миллионов рублей на переселение жителей аварийных домов. Благодаря помощи правительства в республике досрочно завершат программу расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Заветные квадратные метры обеспечат всем, кто попадает в эту категорию. Активно строится коммерческое жилье, а доступный покупку позволит сделать ипотека. К примеру, в Саранске активно появляются целые новые кварталы. Только в 4-м микрорайоне Юбилейного в самом разгаре строительство двух жилых комплексов. В сентябре распахнет свои двери новая школа, а в конце года в новые квартиры заселятся первые жильцы. В 4-м микрорайоне Юбилейного кипит работа. Новые этажи вырастают буквально на глазах. Секрет оперативной стройки профессионалы своего дела и монолитный способ возведения. Это когда весь каркас здания, внешние стены и перекрытия отливаются из бетона и получается единая конструкция без швов и соединений. Ей не страшны ни влага, ни ветер. Монолитные дома считаются одними из самых надежных. Сейчас основная активность нашей компании сосредоточена в районе улицы Юрия Святкина. Это 4-й микрорайон так называемый юбилейный. Там сейчас в работе порядка 60 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Чуть более. К воду в текущем году намечено порядка 30 тысяч квадратных метров. Остальные 30 тысяч будут введены в следующем году. В непосредственной близости к началу строительства находится еще один дом в 4-м микрорайоне. Там порядка 16 тысяч квадратных метров, что позволит завершить строительство жилья в 4-м микрорайоне и комплексное освоение этой территории. Жилой комплекс квартет это 4 18-этажных монолитных дома на разной стадии строительства. Два из них будут готовы в конце этого года на выбор покупателя от компактных однокомнатных до просторных трехкомнатных квартир. Планировка продумана до мелочей, но при желании новоселы смогут без проблем распланировать комнаты на свой вкус. Также Мордовская ипотечная корпорация активно поддерживает социальные программы, поэтому ключи от 4-х квартир с отделкой вручат детям-сиротам. По государственным программам расселения аварийного жилья и предоставления жилых помещений детям-сиротам мы активно реагируем на обращение муниципальных органов в этой части и стараемся отрабатывать взятые на себя обязательства. Расположение домов оценят молодые семьи. До детских садов рукой подать. В сентябре откроется новая школа почти на полторы тысячи мест. Центр образования с современным оснащением находится напротив квартета. В 10 минутах крупные торговые центры Мордовия-арена и эко-парк. Во дворах установят современные спортивные и детские площадки. Рядом с квартетом строится жилой комплекс «Гармония». В домах предусмотрены просторные колясочные и бесшумные лифты. Квартиры как всегда порадуют жильцов функциональными планировками. А дома гармонично впишутся в облик микрорайона и города. Наши лидирующие позиции в общем-то это не совсем преимущество. Это скорее некое обязательство, которое требует от нас ответственного подхода в формировании городской среды, формировании продуктов, формировании того, каким будет Царанск в ближайшие годы. Уже готова площадка под новый жилой квартал в третьем микрорайоне Юбилейного. Сейчас специалисты Мордовской ипотечной корпорации прорабатывают его концепцию. Они изучили спрос, узнали мнение покупателей, подключили к работе одних из лучших архитекторов страны. Мы уделили особое внимание зонированию для, скажем, детей младшего возраста с мамами, которые гуляют. Мы предусмотрели, что они будут гулять в закрытых дворах, ну, как сказать, окруженных безопасным, скажем, такой безопасным окружением, для шумных игр и для игр, там, детей постарше, а также для прогулок взрослых сформирована в центре микрорайона большая игровая зона. Основная задача создать комфортную и безопасную среду по доступным ценам. Ее решат в ближайшие годы. Ярмарка самозанятых снова ждет своих покупателей. 25 августа в одном из торгово-развлекательных центров Саранска прошло ее открытие. Здесь каждый сможет найти товар не только по душе, но и по вкусу. С подробностями мои коллеги. Ярмарка самозанятых реализуется центром «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства республики в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Начинание актуальное, ведь самозанятых в Мордовии уже более 19 тысяч. Только в этом году у нас зарегистрировалось более 4 тысяч граждан в качестве самозанятых. И чтобы им помочь в качестве бесплатной услуги мы уже третий раз подряд в торговых центрах устраиваем такую ярмарку, которая полезна и для самих самозанятых граждан, потому что они имеют возможность реализовать свою продукцию, найти новых клиентов. И для граждан, чтобы посмотреть какую-то новую продукцию для себя, приобрести, сделанную своими руками. Впервые ярмарку провели в 2021 году и на ней было всего 10 самозанятых. Сейчас же участников прибавилось их более 40. Чаще всего ярмарку приурочивают к праздникам, а как мы помним уже совсем скоро день знаний. И с ним начало нового учебного года. Выбрать достойный подарок не составит труда, а если что предприниматели придут на помощь. Все продавцы здесь это творческие люди, которые с особо трепетом и теплом относятся к своим изделиям. Им особенно важно рассказать о своем деле, поэтому делают они это с вовлеченностью. Для многих ярмарка стала своеобразным трамплином, точкой роста и некоторые участники уже свое хобби превратили действительно в действующий бизнес. Товар самозанятые представили на любой вкус. Здесь и вязаные игрушки, и ароматные свечи, изготовленные своими руками, и букеты из мыла. Все, что только может пригодиться для подарка или чтобы порадовать себя. Внимание посетителей торгового центра ярмарка привлекла очень быстро, люди выбирали товар по душе, а самозанятые с удовольствием лично презентовали плоды своего труда. Большинство из нас свою продукцию выкладывают только через соцсети. Соответственно, покупатель не может потрогать, пощупать, понюхать. Здесь же есть возможность вживую посмотреть, поэтому покупателям это понравится больше. У нас появляются новые покупатели, расширяется количество наших клиентов. Мы рады очень этому. У каждого свой секрет успешного бизнеса, но главное это делать все с душой и постоянно совершенствовать свои навыки в работе. Мы начинали считай дома, то есть с квартиры. Сейчас мы делаем это все естественно в мастерской. Соответственно у нас уже более мощная стала аппаратура и соответственно уже изделия стали более качественные и более лучше. Ярмарка самозанятых продлиться до 3 сентября, а после предприниматели примут участие в благотворительной акции и ее организуют совместно с центром «Мой бизнес». Валерия Новикова, Станислав Семин, Народные новости. Высокая награда. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного строителя Российской Федерации монтажнику Саранского домостроительного комбината Ивану Чикареву. Сотрудники ДСК не раз доказывали, что им по силам воплощение в жизнь проектов любого уровня сложности. Профессионализм, ответственное отношение к работе, качественные материалы, вот слагаемые успеха, а лучшее его подтверждение многолетняя история комбината. С каждым днем и каждым годом Саранск хорошеет, модернизируется, расширяет свои границы. Еще один жилой микрорайон расположится в районе улицы Косарева и Северо-Восточного шоссе, около мегамаркета Леруа-Мерлен. Это будет современный, красивый и удобный жилой комплекс. В жилищном строительстве особую роль, конечно, для республики играет город, и сейчас активно вовлекаются новые площадки. Это и застройка в районе Леруа-Мерлен, где совмещая программы, идет и поддержка через различные программы, такие как стимул обеспечения районными сетями. Все в целом позволяет подрядчику держать цены на достаточном уровне. Компания-застройщик определена. Это Саранский ДСК. Именно его специалистам предстоит возвести 29 многоквартирных домов с прогнозируемым выходом жилья 186 тысяч квадратных метров. Поселиться в новых квартирах смогут до 5,5 тысяч человек. Ведется строительство четырех домов в данном квартале. Один из них на завершающем этапе в сентябре примет своих жильцов. Остальные дома в работе, но тоже в этом году планируем их сдать и заселить. То есть в этом году мы планируем ввести здесь порядка 22 тысяч квадратных метров жилья. При строительстве жилого комплекса будут подведены внутреплощадочные сети отопления, водоснабжения, канализации, электрические сети, построена дорога. Четыре дома добротные, красивые и удобные для жизни будут заселены уже в конце этого года. Еще 25 домов возведут в течение шести лет. Домостроительный комбинат решает квартирный вопрос жителей Саранска вот уже более полувека. Комфортное и доступное жилье, визитная карточка комплексных застроек предприятия. В основном жилье покупают по ипотечному кредитованию. В основном берут тоже двухкомнатные квартиры, трехкомнатные квартиры. Стараемся, чтобы сейчас у нас были и большие комнаты, и большие кухни. То есть на данный момент самая маленькая кухня это 9,3 квадратных метра. Это в однокомнатных квартирах. Если квартиры двух-трехкомнатные, там кухни от 14 до 20 квадратных метров. Сегодня Саранский домостроительный комбинат в числе лидеров в регионе по объему ввода жилья. Большая его часть многоквартирные жилые дома. Каждый сданный объект это сотни счастливых семей, чья биография отныне неразрывно связана с ДСК. Пусть в построенных домах будет уютно и тепло. Спасибо за ваш труд. Уважаемый, почитаемый и бесценный. Валентина Брестова, Сергей Кувакин, Народные новости. В Санкт-Петербурге проходит финальная часть Всероссийского театрального фестиваля «Гардемарины-2023». Напомним, его предыдущий этап состоялся со 2 по 6 августа на Темниковской земле при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Ну а затем коллективы победителей из Саранской и Пензы отправились в Северную столицу. Там их ждали выступления, награждения, а также знакомства со знаковыми для военно-морского флота страны местами и объектами. Со 2 по 6 августа на Темниковской земле проходил 2-й Всероссийский театральный фестиваль «Гардемарины-2023». Его участниками стали более 250 учеников кадетских классов и воспитанников Нахимовских военно-морских училищ. 25 августа победители фестиваля встретились снова, но уже в Санкт-Петербурге. Северная столица страны встретила гостей из Саранской и Пензы солнечной погодой и простором для творчества. Впереди три выступления на разных площадках и первой стала главная адмиралтейство. Прошли уже «Гардемарины-2022», в этом году «Гардемарины-2023», я уверен, что будут «Гардемарины-2024» и так далее, и так далее, и так далее. Прежде всего хочу выразить слова благодарности организаторам этого самого замечательного фестиваля, которые придумали, создали и провели вот эти замечательные конкурсы». Перед выступлением вручение наград командам обладательницам специального приза фестиваля «Гардемарины-2023» поездки в Санкт-Петербург. Среди фаворитов оказалась команда из Пензенской области и две команды из Саранска, сборная учеников 22-й и 33-й школ, а также 26-го лицея и юные артисты из Центра образования «Табла». «У нас постановка про плавание Крузенштерна. Основную информацию нам дала наша руководительница, она нам рассказала про этого великого человека, и мы сами тоже изучали так сторонние материалы. «Как моряки ведут себя в шторм, у нас же там есть разные падения, изучали информацию про это. Вообще интересно было поработать с таким материалом». Грам-при фестиваля завоевала театральная миниатюра паруса Крузенштерна в главных и второстепенных ролях юные артисты 42-й гимназии Пензы. Их постановку, а затем спектакль школьников из Саранска бурными аплодисментами встретили курсанты Объединенного учебного центра военно-морского флота. Выступление команд сначала в Темниковском районе, а затем в Северной столице состоялось благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Мы выступали впервые, до этого у нас ездили наши одноклассники. Они рассказали, что им очень понравилось и они хорошо провели время и нам еще сильнее захотелось сюда ехать». «Впечатления замечательные. Были очень рады, что выиграли, заняли первое место и получили как это? Шанс. Да, получили шанс поехать в Питер и выступить уже здесь перед Адмиралтейством». Впереди у победителей фестиваля Гордимарины еще два насыщенных дня. 26 августа они выступят в Высшем военно-морском институте, где когда-то учился непобедимый адмирал Федор Ушаков. Также ребята побывают на крейсере «Аврора» и познакомятся с историей военно-морского флота. В воскресенье их ожидает еще один концерт и экскурсия по Кронштадту. Ольга Данилова, Дмитрий Малахов, Народные новости, Санкт-Петербург. 1 марта Олимпийский совет республики приступил к реализации грантового проекта «Мордовия. Своих не бросаем». И в течение полугода они оказывали всестороннюю поддержку бойцам, уроженцам Мордовии, которые вернулись из зоны проведения специальной военной операции. Что из этого вышло и скольким защитникам Отечества удалось помочь, расскажут Ирина Суконкина и Александр Овчинников. Бойцы, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, редко просят о помощи, привыкли справляться со сложностями самостоятельно. Однако, в качестве эксперимента более сотни военнослужащих все же согласились принять участие в проекте. Цель организаторов восстановить физическое здоровье бойцов и помочь им с социализацией. Но обо всем по порядку. Начнем с материальной составляющей. Какие занятия спортом без формы и тренажеров? Только на экипировку организаторы потратили более 900 тысяч рублей, чтобы каждый боец был укомплектован всем необходимым. Получилось так, что мы смогли поставить тренажеры. Часть мы передали в Росгвардию. На них ребята сейчас занимаются. Нашими сотрудниками непосредственно это все используется по сегодняшний день, но и в дальнейшем рассчитываю, что данный проект будет продолжен. Сменив военную форму на спортивный костюм, бойцы упорно работали над собой. Не все давалось сразу. Занятия в тренажерном зале это не только про силу, но и про выносливость. Некоторые, когда только приходили штангу условно поднимали там 30-40 килограмм, потом через месяц занятий уже они там на 10-15 килограмм начинают больше и подходов больше, и больше раз поднимать, и соответственно веса другие. С удовольствием ходят в бассейн плавать, восстанавливаются. Решил попробовать что-то новое, привык заниматься в своем старом зале. Появилась возможность позаниматься в новых, таких хороших условиях, новые тренажеры. Все очень понравилось. С людьми общаться в любом случае нужно постоянно. Не нужно зацикливаться на каких-то там определенных вещах. То есть общение с людьми возвращает как бы в социум. Одними тренажерами организаторы не ограничились. На выбор участникам проекта были предложены несколько видов спорта. Настольный теннис, легкая атлетика и бассейн. В цифрах за 6 месяцев реализации было проведено 61 занятие, в которых приняли участие 153 человека. Но одной физической подготовкой полной реабилитации не добиться. Восстановление процесс комплексный и должен включать в себя всестороннюю поддержку в лице психологов, реабилитологов и целой команды специалистов. Мероприятия были разные, от арт-терапии до парных танцев. Такие несвойственные для себя занятия бойцы восприняли не сразу. Но стоило только попробовать, как эксперимент превратился в отдых. Проект показал, не всем участникам нужно множество активности и тренировок, а вот возможность общаться с другими людьми и вера в самого себя понадобилась абсолютно каждому. Мы помогли бойцу, который находится в Атюревском районе. Он лишился конечности, ампутированного у него, и он не мог встать никак на протез. Почему не мог? Потому что ему казалось, что он сейчас встанет и упадет. И вот такая психологическая была преграда. Мы взяли блогера, Игоря Кошкина, мы взяли специалиста из протезно-ортопедического предприятия, и выехали на место, также провели беседу, и у нас впервые человек встал на протез и прошелся несколько раз по двору. Специализированные помощью военнослужащим, которые получили травмы различной степени тяжести, занимались в спортивном клубе «Вымпел». Результаты положительные. Помимо физического здоровья, бойцы обрели веру в себя и собственные силы. У них появился стимул не опускать руки. Факт показывает в том, что все-таки участники специальной военной операции нуждаются просто во внимании. В внимании, когда им это интересно, когда им это весело проводить время. То есть эти мероприятия пользуются большой популярностью. В том числе и родились предложения, связанные с приглашением блогеров, и бачаты, и другие мероприятия, которые мы проводили. Всего за шесть месяцев в рамках проекта было проведено 41 мероприятие, направленное на сплочение и социализацию военнослужащих. Благодаря этому вновь обрели душевное равновесие. Более 140 бойцов. По своей практике, что могу сказать, что в наше время, когда мы проходили службу, по сравнению на таком уровне и так масштабно, и так качественно, это не было организовано. Это все решалось на уровне. Договорились, руководители пошли, а сейчас это федеральная программа. То есть это очень большой, такой сильный плюс, который, надеемся, дальше все-таки как-то будет продолжать развиваться и не останется только как акция единичная. Официальная реализация проекта «Мордовия своих не бросаем» завершится 31 августа. Но итоги можно подвести уже сегодня. А они говорят, что все ожидания себя оправдали. Количественные и качественные показатели, заложенные в проект, перевыполнены. Ирина Суконкина, Александр Овчинников, Народные новости. Мордовия, как и вся наша страна, славится великими уроженцами. Советский летчик Михаил Девятаев, флотоводец Федор Ушаков, скульптор Степан Эрзя, врачи Владимир и Нил Филатовы, поэты Николай Огарев, Александр Полежаев и многие другие. Каждый из них, так или иначе, оставил свой след в истории и стал примером не для одного поколения. Тему роли личности в истории России раскрывали 25 августа в рамках межрегиональной научно-практической конференции. События посетила наша съемочная группа. Каждый человек воспитывается на конкретных примерах. Именно поэтому необходимо, чтобы перед глазами всегда был достойный человек. Такими людьми может похвастаться каждый регион России. И именно о них шла речь в здании Национального театра Мордовии 25 августа. Ученые, преподаватели, работники музеев и библиотек из Мордовии и Чувашии Пензенской и Ульяновской областей собрались, чтобы вновь затронуть извечный вопрос. Какова роль личности в историческом процессе? Тема действительно очень многогранна и интересна. И у нас очень много выступающих, интересные доклады. Конференцию мы проводим в преддверии учебного года для того, чтобы эти материалы затем для учителей послужили каким-то пособием для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Конференция объединила порядка 30 докладчиков. Часть из них приняла участие заочно. 12 же выступили на конференции и лично представили свои наработки зрителям. Кто-то раскрывал тему с философской точки зрения, другие же опирались на конкретные яркие примеры в истории России. Например, гостья из Ульяновска Нина Суркова взяла за основу личности работу Ильи Ульянова. Моё выступление, оно о практическом использовании уже известных архивных документов, музейных артефактов, музейных экспонатов для создания просветительских программ. Это музейная экскурсия тематическая, это разные другие интерактивные формы, благодаря которым в музеи в последнее время всё чаще и чаще, всё больше и больше приходят посетителей. Мы ориентируемся сегодня не только на взрослые поколения, но главным образом на детей, чтобы им интересно было в музее. Частью конференции стала выставка под названием «В тех именах истории шаги». Экспозиция рассказывает о выдающихся сыновьях Мордовского края. Материалы для неё были собраны на основе архивных документов нашей республики, Москвы, Пензенской и Ульяновской областей. Анастасия Кулагина, Владимир Ильин, Народные новости. Чамзинское предприятие «Спецавтохозяйство» лауреат премии общественного признания «Золотой фонд регионов». Награды победителям вручили в Самаре в начале августа. Спецавтохозяйство более 10 лет помогает делать чище сельские улицы Востока Мордовии. Предприятие отвечает за сборы и вывоз мусора в трёх районах республики. С его работой познакомилась наша съёмочная группа. Ответственность за чистые улицы Чамзинского района легла на сотрудников спецавтохозяйства в 2009 году. Предприятие занимается сбором, вывозом и захоронением твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Благодаря труженикам, которые без устали опустошают контейнеры и приводят в порядок мусорные площадки, даже в самых отдалённых сёлах трёх соседних районов царит чистота и порядок. Чамзинский, Березняковский и Дубёнский обслуживаем всё население, включая сельское. А также обслуживаем промышленные предприятия и вывозим отходы производственные и от объектов внешнего благоустройства. Спецавтохозяйство арендует два полигона в Чамзинском и Дубёнском районах. На предприятии трудится порядка 45 человек. Каждый из них специалист опытный и надёжный, поэтому и работа выполняется оперативно и в срок. В помощь сотрудникам около 25 единиц современной техники. Автопарк предприятия регулярно обновляется. Только за последние четыре года в спецавтохозяйстве появился трактор с погрузчиком, бункеровоз и три КАМАЗа. Без новой техники работать нельзя. Если хочешь, чтобы предприятие развивалось, необходимо ежегодно обновлять парк. И вот буквально вчера мы пригнали новый мусоровоз. Но так как мы обслуживаем сельскую местность, то нам необходимы очень тяжёлые и трёхосные КАМАЗы. Мощная машина с лёгкостью преодолеет любое бездорожье. В кабине водителю комфортно работает кондиционер. Мусор прессуется автоматически, а при поломке пульта управления подстрахует дублирующая система. Вместимость нового мусоровоза 22 тонны. Уже на следующей неделе его можно будет увидеть на улицах сельских поселений. На электронном табло все датчики указывают на ту или иную неисправность, когда машина как-то выходит из строя. есть дисплей, который показывает, что видим сзади машины, там камеры. В августе этого года руководство предприятия вернулось из Самары с наградой. Чамзинское спецавтохозяйство стало лауреатом премии общественного признания «Золотой фонд регионов». И это не случайно. Компания заботится о своих сотрудниках, добросовестно выполняет обязательства, находится на хорошем счету у регионального оператора. Как отмечает руководство спецавтохозяйства, в последние годы работа стала еще эффективнее, в том числе благодаря поддержке Чамзинской районной администрации. Муниципалитет сейчас активно развивается по всем направлениям. В район потекли какие-то инвестиции, у нас строится, что-то все делается, осваиваются какие-то новые субсидии, дороги прокладываются, делаются трубопроводы везде. То есть глава постоянно общается с населением, он решает вопросы, не просто так на бумажке, а действительно очень такой деятельный человек. Благодаря взаимодействию с районной администрацией удалось включиться в федеральную программу и отремонтировать подъезд к предприятию. Однако, несмотря на выстроенную систему работы, слаженный коллектив и постоянное развитие, есть и проблемные моменты, которые требуют решения. В моей организации главная проблема, это, конечно, проблема полигонов. Это не то, что в моей организации, это проблема республики. Те полигоны, которые имеются сейчас в арсенале, они еще создавались много лет назад, и они уже не соответствуют тем параметрам качества, тем параметрам государственных стандартов, которые должны быть. Сейчас в планах предприятия продолжить обновление парка техники, чтобы сделать работу более эффективной. А значит, за чистоту в Чамзинском, Дубенском и Большеберезняковском районах можно не волноваться. Уют и порядок в этих муниципалитетах находятся в надежных и ответственных руках. Ольга Данилова, Дмитрий Малахов. Народные новости. Чамзинский район. Быстро, точно к звонку, но в полной безопасности должны попадать в школу абсолютно все дети. Накануне Дня знаний свою лепту в подготовку к учебному году внесли сотрудники госавтоинспекции. Они тщательно проверили состояние каждого школьного автобуса Мордовии. И результат порадовал ни одного нарушения. Весь транспорт на ходу и ждет маленьких пассажиров. Еще одна важная задача контроль за состоянием дорог и разметки около учебных заведений. Вот тут нарекания были. Проверка технического состояния и конструкции школьных автобусов процедура накануне Дня знаний обязательная. К новому учебному году транспорт, отвечающий за перевозку детей, должен быть исправен и готов. Родители могут быть спокойны. Проверяли каждый автобус тщательно и нарушений не выявлено ни одного. Весь транспорт оснащен тахографами, приборами контроля скорости и системами спутниковой навигации. Водителям напомнили об ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних пассажиров и о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Благо, они их и не забывали. Дети есть дети, чтобы были пристегнуты, ремни безопасности, со мной сопровождающий, он тоже постоянно, регулярно за ним следит. И чтобы дети сидели спокойнее, не отвлекали водителя, так вроде все нормально. Автобусы в порядке, а вот состояние дорог вблизи некоторых садиков и школы оставляет желать лучшего. К такому выводу сотрудники госавтоинспекции пришли в ходе проверки уличной дорожной сети. Недостатки почти везде одинаковые. Отсутствие или износ горизонтальной дорожной разметки и дорожных знаков. В ряде организаций сохраняются нарушения требований государственных стандартов. Школа номер три яркий тому пример. На данном участке отсутствуют технические средства организации дорожного движения, знаки дорожные. Искусственная дорожная неровность не соответствует требованию государственного стандарта. Также мы можем видеть ризонтальную дорожную разметку, практически отсутствующую. За плохое состояние дорог и разметки городская администрация получила предостережение. Время устранить недочеты еще есть. Но его не так уж много. Первые звонки в школах республики прозвенят всего через неделю. На Саранской ТЭЦ-2 провели пожарно-тактические учения. Были отработаны совместные действия сотрудников МЧС и персонала энергетического объекта. По легенде учений произошел разлив и самовоспламенение масла с последующим загоранием одного из турбинных генераторов. Воздействие высоких температур на металлические элементы конструкции цеха привело к обрушению кровли здания. Как справились участники тренировки с этим непростым заданием расскажем далее. Персонал ТЭЦ отработал штатно. Во-первых, они сообщили о случившемся в пожарную охрану, а во-вторых, приняли меры по аварийному отключению от сети и приступили к спасению сотрудников. На место условного происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Они по регламенту начали тушение, возгорание и поиск пострадавших. В результате все поставленные цели и задачи учения были выполнены в полном объеме. Условный пожар ликвидирован, а люди из здания успешно эвакуированы. Была проверена практическая отработка действий персонала объекта и действия пожарно-спасательных подразделений. В учениях были задействованы 11 единиц техники и 45 сотрудников МЧС. Вячеслав Кузьменко, Народные новости. Последний месяц многие жители Саранска наблюдали за созданием скульптур из известняка. И вот, наконец, пять монументов полностью готовы занять свои места возле музея Эрзи. Такое месторасположение не случайно. Скульптурный симпозиум прошел в рамках межрегионального фестиваля имени мордовского воятеля Дерзай. Ирина Радайкина и Владимир Ильин побывали на торжественном открытии парка скульптур и готовы рассказать про самые интересные из них. Пять задумок, пять мастеров и месяц работы. И вот, наконец, скульптуры из камня, за созданием которых с интересом наблюдали жители Саранска, стало частью парка монументов музея Эрзи. На скульптурный симпозиум съехались ведущие российские скульпторы из Дагестана, Северной Осетии, Владимира, Москвы и Северной столицы. Каждый на время работы взял себе ученика из числа начинающих воятелей. Тема симпозиума национальная идентичность. В своих работах авторы воплотили народный образ, память, традиции и уникальность. Например, этот горец с бараном за плечами олицетворяет свободолюбивый дух жителей Кавказа. Создатель скульптуры родом из Северной Осетии. В своей работе он хотел передать удивительную культуру своего высокогорного края. Я надеюсь, что разные регионы России, разные культуры, они должны обогащать друг друга. Я надеюсь, скульптор из Мордовии приедет и поставит персонажа, жителя Мордовии, в Осетии. Этим и сильна наша Россия. А эти руки, простертые вверх, будто в мольбе, на самом деле пытаются удержать Юркую Ящерку. Автор этой скульптуры тоже родом с Кавказа, из гостеприимного Дагестана. Необычная работа навеяна детскими воспоминаниями мастера. Поэтому название скульптуры «Ускользающая» символизирует не только изворотливую ящерицу, но и быстротечность времени. С ним, как ни странно, связана и эта красивая мордовская невеста. Работа скульптора из Владимира называется «Колесо времени» и посвящена преемственности традиций и культуры. Я очень люблю народное творчество. И в частности, когда мы приехали, я попал на выставку, республиканскую выставку искусства Мордовии. Там были представлены и национальные костюмы. Это меня очень сильно тронуло, и мне захотелось стилизовать и перевести этот костюм в камень. В тот момент, когда мы работали, очень много людей приходило к нам на площадку. И люди очень интересовались скульптурой, как она делается, то есть очень любознательные и интересные люди. Симпозиум закрылся, а вот парк скульптур официально открылся. Теперь все пять монументов займут свое место в нем. Всего Эрзи-парк, как он теперь будет называться, собрал 14 произведений мастеров не только России, но и мира. Ирина Радайкина, Владимир Ильин. Народные новости. И вновь возвращаемся к одной из актуальных тем дня. Повторение, мать учения, в случае с профилактикой киберпреступлений и телефонного мошенничества это народная мудрость как никогда права. Только полная информированность общества сможет остановить эпидемию правонарушений. Внимательно посмотрите следующий ролик и постарайтесь не повторять чужих ошибок. Это не так просто, как кажется. В конце концов, на крючок злоумышленников за сутки попадается в среднем три жителя Мордовии. Мама, я попал в аварию, сбил женщину, срочно переведи на счет деньги. Я нахожусь в больнице, помоги мне, срочно переведи на счет деньги. Папа, у меня большие проблемы, позвони по этому номеру. Подробности сообщу позже. Срочно переведи деньги на счет. Мама, я только что случайно в драке убил человека. Срочно переведи на счет деньги. А кто пишет тебе? Не дай себя обмануть. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Татьяна Бажанова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.